Кандидат в президенты США Дональд Трамп угрожает странам, которые задумываются об отказе от доллара США. Если вы посмеете уйти, мы вас накажем и отсечем вашу страну от экономики США. Мы сохраним доллар США в качестве мировой резервной валюты, а он сейчас находится под серьезной осадой. Многие страны уходят от доллара, но при мне они никогда не уйдут от доллара. Я скажу, если вы уйдете от доллара, вы не сможете вести бизнес США, потому что мы установим стопроцентные тарифы на ваши товары. И вы сразу же скажете, сэр, мы бы очень хотели вернуться к доллару немедленно. Да, в 2025 году США вполне могут ввести эти стопроцентные тарифы на всех, кто откажется от доллара. И Трамп вполне может сделать это без одобрения Конгресса. Используя раздел 301 закона США о торговле от 1974 года, он может применять тарифы кому угодно. Иными словами, Трамп угрожает превратить потребительский рынок в оружие. Пугает то, что Трамп не понимает, что эти действия приведут к росту внутренней инфляции. Как раз после того, как ФРС начала цикл снижения ставки. Это может вызвать вторую волну инфляции, как это уже было в 1970-х. Это навредит потребителям в самой Америке. Трамп по-прежнему считает, что тарифы – это налоги для Китая и других стран. Мы станем тарифной нацией, но платить за это будете не вы. За это будут платить другие страны. На днях я слышал Камалу. Она сказала, что если вы проголосуете за него, он повысит ваши налоги. Нет, нет, нет. Я не повышаю ваши налоги. Я повышаю налоги для Китая и всех этих стран Азии и всего мира, включая Европейский Союз, который, кстати, является одним из самых жадных. Можно подумать, что после таких угроз страны побегут обратно к доллару. Но мы видим, что некоторые из них, наоборот, воспринимают это в штыки. Министр промышленности Саудовской Аравии только что сделал громкое заявление. Королевство хочет принять Петро-Юань, чтобы наладить более тесные связи с Китаем. Другими словами, Саудовская Аравия и Китай желают рассчитываться в юанях за саудовскую нефть. Вот что происходит, когда вы злоупотребляете долларом в качестве оружия. Это результат совокупности всех событий за последние несколько лет. Мы видели огромные расходы, дефицит, конфискацию иностранных активов, печать 40% существующих долларов за год, что привело к большой инфляции и потере покупательной способности доллара. И это снизило доверие к доллару в качестве безопасной резервной валюты. Есть страны, которые теперь думают, что держать доллар на балансе – это рискованно. Именно это и имеет в виду министр Саудовской Аравии. Об этом он сказал в Гонконге. Королевство открыто для новых идей и пытается не смешивать политику с торговлей. Это касается не только нефти. Саудовская Аравия хочет получать помощь Китая, чтобы снизить зависимость своей экономики от нефти и газа. Для Саудовской Аравии эта задача становится важнее соглашения о нефтедолларе. Во-первых, мы должны понимать, насколько уже интегрированы экономики Китая и Саудовской Аравии. И эта интеграция выходит далеко за рамки Петра Юаня. Или же нефти Юаня. Мы видим большой экономический поворот в сторону Пекина от Вашингтона. У Саудовской Аравии много инвестиций в Китае. Не сюрприз, что они вкладываются в нефтегазовые и нефтехимические заводы. Но кроме этого, саудовцы открывают магазины в Китае, чтобы обеспечить торговлю со своим крупнейшим потребителем энергии. Пекин также выигрывает от того, что его интересы связаны с Саудовской Аравией. А значит, наложить санкции на Китай будет сложнее. Если посмотреть на китайские деньги в Саудовской Аравии, то мы видим, что они очень хорошо диверсифицированы. Китайцы вкладывают во все, от промышленности до возобновляемых источников энергии и заводов по производству электромобилей. Обе страны видят в этом сотрудничестве путь к диверсифицированной экономике. Но их целью не является вытеснение доллара в качестве мировой резервной валюты. Это слишком тяжелое бремя даже для Китая. Китаю все еще нужен доллар США. И это подтверждает этот график. В июне этого года профицит торгового баланса Китая достиг 100 миллиардов долларов. И это только за один месяц. А за год он легко перевалит за 1 триллион долларов. Поэтому Китаю по-прежнему нужны доллары для управления своей национальной валютой, экспорта, импорта и для инвестиций за рубежом. Сейчас для Китая куда важнее и актуальнее деколонизация международной торговли. Принятие нефтьюаня Саудовской Аравией ускорит этот процесс. Это будет хорошая поддержка для китайской экономики. Как только Саудовская Аравия приступит к реализации плана по ведению нефтьюаня, весь остальной Ближний Восток, остальные члены ОПЕК тоже начнут действовать. Доля Китая в мировой торговле за десятилетия выросла в три раза. Сегодня она составляет около 14%, однако доля мировой торговли в юанях составляет всего 4%. Очевидно же, что Китай хочет сократить это отставание. Если Китай сможет осуществлять достаточную часть в торговых операциях в юанях или хотя бы в двухсторонних валютах, это смягчит последствия вероятных санкций. Даже если они будут отрезаны от глобальной финансовой системы, торговля с Китаями и с Китая все равно будет продолжаться. Что же получит Саудовская Аравия в обмен? Все просто. Будущее возобновляемых источников энергии и технологии, которые любезно предоставит Китай. Последний пример тому подписание компании China Energy сделки на 1 миллиард долларов по производству солнечной энергии. Они строят солнечную электростанцию прямо в Саудовской Аравии. И это будет не последняя станция, которую они построят, так как Саудовская Аравия подписала соглашение о возобновляемых источниках энергии на сумму более 4 миллиардов долларов с Китаем. Как мы видим, использование доллара в качестве оружия лишь облегчает Мохаммеду бин Салману оправдание перехода от нефтедоллара к нефтьюаню. И вот тут мы должны поговорить о БРИКС и их новой платежной платформе и новой валюте. Блок стремится создать новую независимую финансовую систему. И теперь у нас есть подтверждение, что именно это будет обсуждаться на повестке дня в октябре на саммите БРИКС. Цель сводится к децентрализации платежей и созданию параллельной свифт-системе. Есть еще два момента, на которых мы должны сосредоточиться. Платежная система БРИКС состоит из двух отдельных частей и мы должны четко различать их. Первая – это сама платежная система или, как ее называют, рельсы, фундамент. К этой системе относятся такие проекты, как китайская платформа M-Bridge. Эта платформа, разработанная для поддержки трансграничных платежей в цифровых валютах центральных банков. Такие страны, как Саудовская Аравия, уже присоединяются к M-Bridge. Эта платформа использует приватный блокчейн, из-за чего только две стороны платежа знают, кто стоит за той или иной сделкой. Другие страны не будут знать, кто и что купил или продал. Это означает, что наложить санкции будет не только сложно, но и проблематично в том плане, что невозможно будет их оправдать. Попробуй еще что-то докажи. Если мы потеряем доллар, как мировую валюту, это будет эквивалентно проигрышу в войне. Это сделает нас страной третьего мира, и мы не можем допустить этого. Поэтому я применяю санкции очень жестко в отношении стран, которые их заслуживают. А затем я их снимаю. Послушайте, вы теряете Иран, вы теряете Россию. Китай пытается сделать свою валюту доминирующей. Вы знаете, это лучше всех. Все это происходит. Вы теряете так много стран из-за огромного количества конфликтов с ними, что вы больше не можете позволить себе их терять. Новая платежная система, будь то Эмбридж или новая платформа БРИКС, направлена на объединение двухсторонней торговли в одну большую черную коробку. Страны могут рассчитываться в валютах, которые они сами выберут, включая доллары и евро. Конечная цель платформы – гарантировать, что торговля не остановится. Что какая-то одна страна, например США, не сможет просто прийти и выключить существующую финансовую систему, после чего ваша экономика рухнет. Существующая финансовая система – это, например, SWIFT. Но вот самое интересное. БРИКС также рассматривает возможность разработки собственной расчетной валюты для стран-участниц. Эта валюта может быть подкреплена смесью золота и корзины национальных валют стран БРИКС. 40% этой валюты будет привязана к стоимости золота, а оставшиеся 60% – к ряду валют, таких как рупия или китайский юань. Более важно, что эта валюта может быть конвертирована в любую национальную валюту в любой момент, а возможно даже и в золото. Это сделает ее более удобным и ликвидным инструментом для торговли. Если удастся создать общую торговую единицу, это изменит все для текущей финансовой системы, глобальной платежной системы. Это может стать таким же революционным шагом, как создание евро для еврозоны, но с меньшим количеством недостатков. Ведь валюта будет основана на реальной стоимости драгоценного металла, а не только на отдельных экономиках. Это сделает торговлю между странами БРИКС намного проще. Возьмем, к примеру, платежи в нефтяной торговле. Индия – один из крупнейших покупателей нефти, и они купили огромное количество нефтью России. Но сегодня есть большая проблема с выводом этих денег и их конвертацией. В прошлом месяце Индия купила ископаемого топлива на сумму более 3 миллиардов долларов, включая нефть и газ. Однако основная часть платежей была проведена в местной валюте – в индийских рупиях. Что делает торговлю неликвидной. То есть, получив рупии за продажу нефти, вы не можете сразу же импортировать что-либо из других стран. Индийская рупия не является полностью конвертируемой валютой. Конечно, эти деньги можно инвестировать в проекты в Индии или покупать индийские товары. Но в остальных случаях эти деньги просто лежат мертвым грузом на счетах. Вот почему валюта БРИКС, привязанная к золоту и корзине валют, так важна. Члены БРИКС могут торговать между собой без страха застрять в той или иной местной национальной валюте. И если они не доверяют валютам друг друга, они могут просто обменивать новую валюту БРИКС на золото. Именно поэтому страны БРИКС рекордно увеличивают свои закупки золота. Вероятно, это не только для сохранения их богатства или не только в преддверии какого-то кризиса. Они могут готовиться к чему-то гораздо более серьезному и масштабному. К полному перевороту финансовой системы. Создание валюты стран БРИКС, привязанной к золоту, это прямая угроза доллару США. Такая валюта гарантировала бы большую финансовую стабильность вместо бесконечных расходов Конгресса США. Это чем-то напоминает ранний доллар США, который был обеспечен золотым стандартом. Однако сегодня даже ФРС США признает, что штаты больше не могут вернуться к системе, основанной на золоте. И хотя США добывают много золота, они не являются крупнейшим его производителем. В будущем в новой финансовой системе именно крупнейшие производители золота будут иметь больше контроля над нашей денежной политикой. Вот что говорит ФРС США. Золотой стандарт невозможен для США из-за геополитики. США не хотят, чтобы Россия или Китай влияли на экономику штатов. И именно поэтому Америка больше не может вернуться к золоту, по их словам. Тем не менее, не стоит ожидать, что США будут довольны новой валютой БРИКС. Это прямой вызов их мировой резервной валюте. И если все выйдет из-под контроля, мы можем ожидать глобальной торговой войны со стороны Трампа. Ведь Трамп сказал прямо, потеря долларом статуса мировой резервной валюты, это словно проиграть в мировой войне. Дайте знать, что вы думаете об этом. Будет ли Саудовская Аравия продавать нефть за юани? И действительно ли Дональд Трамп затарифит весь мир? Напишите в комментариях ниже. Берегите себя, обязательно поставьте лайк и подпишитесь, чтобы вместе пройти через эти сумасшедшие времена. Времена, которые строят новый мир. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok